Братья и сестры, в этот вечерний час все вместе скажем славу нашему Господу. Велик наш Господь и достоин хвалы и поклонения во всякий час и на каждом месте. И особенно в Доме молитвы, как я люблю говорить, место, где устрояется жертвенник хвалы и благодарности нашему Господу. Место, где мы поклоняемся с нашими нуждами и желаниями, идем к Нему. Место, где мы слышим Слово Господне, вразумляемся от Него, растем духовно и движемся к той заветной цели. А наша цель – это небесная обитель и вечная жизнь с Иисусом Христом, который нас возлюбил. До смерти крестной возлюбил. И, конечно же, мы Ему должны нести благодарность, славить Его и обращаться с нашими нуждами и желаниями. В этот вечерний час, перед нашим окончанием служения, перед молитвой, я хочу вместе с вами порассуждать над одной темой. Прошлую пятницу брат Виктор кратко затронул ее. Не говорил проповеди, а просто сказал, что нам необходимо молиться за наших пожилых родителей. И, братья и сестры, и это Слово тронуло меня, и я рассуждал над Ним, думал, понимаю, что мы в наших молитвах обращаемся к Господу и просим, чтобы Бог благословил, дал здоровье, продлил дни жизни. Но то, что у нас, как мы можем представить перед нашим Господом, мы и говорим так. Но, дорогие братья и сестры, есть вопросы поглубже, есть проблемы поглубже, посерьезнее. И не только у молодых людей, не только у детей, в юношей, не только у молодых семейных, но и у пожилых людей. Жизнь человека, братья и сестры, 60-70, при большей крепости 80 лет. Проходит быстро, и мы летим. Было подмечено в братской комнате, что время летит быстро. Опять же, брат Виктор говорил, что время летит очень быстро. Вот, кажется, воскресенье недавно было, и опять перед нами выходные, и опять прошла целая неделя. Что мы заметили, что мы приобрели, что мы оставили, как мы изменились, дорогие братья и сестры, за это время? Мне еще до пенсии далеко. Но, увы, продолжают звонить, возможно, и вам, или, может, вам еще и нет, не звонят, но звонят какой-то IAARP. Ну, я знаю, что такое за организация, звонят из social security и говорят, вот, тебе надо думать уже над, что там будет у тебя дальше. Пенсионные, медикер и все прочее. Я отвечаю, еще мне годы и годы работать, прежде чем я достигну всего этого. Возможно, это реклама, возможно, это мошенники, которые и таких очень много развелось, которые пользуются или же неосведомленностью людей, или старческим возрастом, или забывчивостью, и вымогают у людей деньги. И такое бывает и в этой стране то же самое. Дорогие братья и сестры, но иногда приходит такой же самый вопрос, а сколько Господь все-таки определил и для меня, а готов ли я к переходу, когда он случится, Бог знает. Проверяя себя, замечаешь, сколько приобрел или сколько накопил, не в плане имущества, барахла или хлама этого материального, дорогие братья и сестры, сколько приобрел того нужного, драгоценного, сколько приобрел то, которое не истребляется ни ржой, ни молью. Я включаю себя, дорогие братья и сестры, в большое количество людей, тех, которые уже прожили больше половины лет. Нет, и мы должны понимать, мы должны думать и стремиться к лучшему. Не только, что я, да, на самом деле это так, и сложа руки, ничего не делаю, что получится, то и буду принимать. Нет, мы должны наблюдать за собою, изменился ли мой характер, если сравнить с тем, какой он был в 20-летнем возрасте и сейчас, когда уже близится много больше лет, дорогие братья и сестры, насколько изменился характер, насколько изменилось поведение мое или ваше. Насколько моя речь стала лучше, чище, приятнее. В беседе с другими люди получают какое-то удовлетворение. В беседе с другими люди видят, что с этим человеком можно чем-то поделиться, что-то получить или получить наставление какое-то. Или же, дорогие братья и сестры, наша необузданность, наше отвратительное поведение или наш несносный характер заставляет краснеть от стыда детей наших, внуков наших или родственников. Думаем ли мы над всем этим, как это влияет на наших детей или на следующее поколение? Другие братья и сестры, очень и очень важно и необходимо. Я не планировал это говорить, но эта мысль пришла прямо сейчас ко мне. И я написал текст-месседжи своей дочери туда, в Беларусь, одно, ну, там было поздравление, я написал для внука. И употребил слово ought to, то есть, как бы, я should или я must, но я должен, или я сильно, очень должен, а то я употребил, как бы, английский вариант, я должен. Вот. И потом она мне ответила что-то, а я говорю, ну, я чем-то должен быть каким-то добрым примером для своих детей, понимаете? И это, ну, как бы, обычная такая ситуация, обычная переписка или разговор по телефону. Но мы должны понимать, что мы, взрослые люди, должны давать хорошие примеры для наших детей. И хорошие примеры не только тогда, когда они совсем маленькие, не только тогда, когда они воспринимают все, но в течение всей нашей жизни. Книга Притчей, глава 1, стих 8, говорит такое слово. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Хотя я сказал, что мы будем молиться, или предлагаю такую тему для того, чтобы помолиться за наших родителей, за пожилых людей. Здесь я прочел то, что отцы и матери в свое время дают наставления, влагают в сердца, в разум своих детей то, чтобы делать правильно, то, что необходимо. И, конечно же, это слово звучит к тому, чтобы помни это. Это наставление было сказано твоим отцом когда-то, и мать тебе давала какие-то наставления или заветы. Слушай их, помни, и не отвергай их. Дорогие братья и сестры, что же получается у многих пожилых людей? Возможно, вы с чем-то со мной и не согласитесь, но, увы, мне приходится сталкиваться с большим контингентом пожилых людей, с разным образованием, с разными происхождениями, с разных мест, приехавших сюда. И я кое-что приобрел для себя в плане таких уроков. Люди с возрастом, некоторые, стали болтливы. Неудержимы от плотской потребности высказать что-то, распространить информацию, даже если она даже непроверенная, неточная, не задумываясь даже о том, что эта информация, ну, возможно, искаженная или вредящая брату, родственнику, члену церкви или кому-то еще. Очень, как я сказал, болтливы или очень любящие, вот, показать себя, что я знаю, что через меня проходит много информации и таким, во многословии, человек страдает этим грехом. Наоборот же, другие, дорогие братья и сестры могут замкнуться, прямо в себе замкнулись, с багажом обиды, непрощенных грехов, соблазнов, самооправдания. Не подступишь ни так, ни этак. Сидит, лежит, стоит, ничего не услышишь, ни то, ни другое. Ни одна, ни другая сторона, не подходящая для христианина. Братья и сестры, нам необходимо думать, что мы дети Божьи. Нам необходимо меняться постоянно в лучшую сторону. Как написано в Писании, переходить из силы в силу, как от Господня Духа. Замечаем ли мы это в себе лично, или замечаем ли у наших родителей, или замечаем ли у других людей пожилого возраста. Пребладает ли в нашем характере поведение такой моментальной раздражительности, желание столкнуть вину на другого, на мужа или на жену. Вот здесь должны стоять мои ботинка, их нету. А где мой кошелек или моя сумочка, а ее там нету. Не зная, что сам или сама переставила, или положил в другой карман. Дорогие братья и сестры, и это бывает нередко. Часто бывают ссоры из-за пустяка. Люди даже не задумываются о том, что уже вступают в прения. Уже вступают в перепалки разного рода. Еще один, не только высказывание или призыв брата Виктора побудило меня говорить это. Но и мне пришлось быть свидетелем одного не совсем скромного разговора пожилых людей. Позвонили мне, попросили о помощи. Я сказал, что когда я встречусь, я буду пытаться вам помочь. Звонила женщина, и там ее муж сказал что-то ей. И оно простое, даже положительное, даже должно приветствоваться. И вдруг, как началась литься грязь из уст этой женщины, она кричала, она употребляла гнусные слова, непристойнее говорить здесь, дорогие братья и сестры. Эта жена кричала на мужа. И это крестьяне. И случилось такое, что она не отключила телефон и продолжает лить и лить и лить эту грязь на него. А он такой, ну не вступая в ссору. Вы поймите, я не защищаю сейчас мужей, а как бы обвиняюсь женщиной. Это может быть и наоборот. Но, однако, это продолжалось, наверное, восемь с половиной или девять минут. Я не могу отключить. Я уже, это было дома. Я взял домашний телефон для того, чтобы позвонить им. По-домашнему он не отвечает. Позвоню на этот, подошел опять же, и я слышу. И я слышу, что он говорит, да перестань ты. Ты же телефон не отключил, а Володя все слышит. А она продолжает дальше и дальше и дальше. Около девяти минут. И, как я сказал, я не могу отключиться, потому что они не отключаются от меня. И чтобы мне позвонить куда-то, они не отключаются, и я все это слышу. Дорогие братья и сестры, очень и очень обидно, что люди прожили, зная Иисуса Христа, многие годы, но на самом деле домашняя жизнь желает быть намного-намного лучшей. Иногда бывает и такое, что дети начинают вступать в прения с родителями от высказывания сына или дочери, что ты дал ему больше или купил лучшую машину, а мне этого не дал или меня не любишь или что-то в этом плане, или ты сделал завещание на того сына или на ту дочь, вот пусть она и помогает, а я уже вне тебя. И поэтому, дорогие братья и сестры, натяжение между детьми и родителями переходит в всякие допустимые границы. И уже получается от этого замкнутость, неприязнь и отчуждение. И немало таких пожилых людей, которые по причине вот этих перепалок, по причине неправильной оценки детьми любви родительской высказали что-то не совсем приятное. Кто-то обиделся, кто-то не понял, кто-то сделал что-то еще, и получается натяжение, и получается молчат, и идут к вечности, как я сказал, с багажом обид, непрощений и всего прочего. И люди приходят в Дом Божий, и когда спрашивают, как дела, о, хорошо, все, слава Богу, все нормально. Не знаю, или же мы научились так омаскировать все наши проблемы, или мы потеряли всякий страх, или же другого слова мы не находим, как дежурным ответить, чтобы дальше не поняли нас. Я не знаю. Но однако же, дорогие братья и сестры, это происходит среди народа Божьего. Это происходит в наших домах. Я не говорю, в каком масштабе, с какой силой серьезности, но вы, проверяя себя, если у вас нету, слава Богу, слава Богу еще раз, и дал бы Бог, чтобы ни у кого у нас этого не было, но, однако, мне приходится замечать, видеть, и вот такое положение у людей, которые приближаются к вершности. Что же мы услышим, когда встретимся с тем, который судить будет праведно? Какие наши непрощенные грехи? Там вот последние слова, в Псалме последние, которые мы пели, что забыть обиду. Забыть обиду и не простить обиду. Это одно и то же, вы считаете, или похожее, или как. Забыть она, как когда-то было. Это обида. Но забыть и простить, может, это одно и то же, но то же самое, а лучше будет вообще не допустить, чтобы та обида гнездилась в сердце и мешала жить нормально многие годы. Это будет за лучшее, нежели забыть ее впоследствии когда-то. Пободрствовать, не допустить, отстранить, защититься Словом Господним, для того, чтобы та обида, она не пришла в наши сердца. Дорогие братья и сестры, и что же получается дальше? Человек разбился, человек изменился, и, возможно, не в лучшую сторону, стал сварливым, стал болтливым, стал в противостоянии с детьми, и что быть дальше? Как найти ответ? Где найти выход? Дорогие братья и сестры, а выход у нашего Господа? 70-й Псалом говорит нам так. На Тебя, Господи, упываю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Имеется в виду, мы можем присовокупить это место, священное написание, что избавь от всех этих греховных проблем, которые бывают у человека. Освободи меня от этих пороков, которые накопились в течение дней жизни. Избавь меня и освободи меня. И тогда преклони ухо ко мне. Когда мы молимся, дорогие братья и сестры, со всеми нашими проблемами, и мы не называем их своими именами, не говорим, что, Господи, избавь меня или освободи меня от вспыльчивости, от гнилых слов. Боже, избавь меня от плохих мыслей. Избавь меня от чего? Того, что восстает на душу и на плоть. Другие братья и сестры. И если мы просто говорим, прости меня, Боже, в чем простить? Мы должны открыть пред нашим Господом наши проблемы, наши переживания, для того, чтобы Господь, Бо, Мо, прийти, помочь и спасти. Будь твердым мне прибежищем, куда я всегда бы мог укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя, Ты. Другие братья и сестры, не надо искать психологов, не надо искать советников каких-то, не надо надеяться на другого человека, который иногда может быть, как, пользуясь местом совершенного писания, как-то надлонленная трость, которая ничего не сделает, как больше ужалит. Не надо надеяться на какие-то социальные проблемы, не надо надеяться на какие-то частные организации, которые предлагают много, но в конце концов они забирают все себе, а потом оставляют человека ни с чем. Но наше упование Господь, дорогие братья и сестры, и наша сила только в нем. Еще один стих, прочту, и мы будем молиться, говорить даже не один, а 91-й псалом, 14-й, 15-й и 16-й стихи нам говорят так. Это говорит о том, что только в Господе, только в служении, только в доме молитвы, только в общении братьев и сестер, только в присутствии Духа Святого мы можем освободиться от нашей опорочности, от наших грехов, от нашего всего того плохого, негативного багажа, который собрался в продолжении многих лет нашей жизни. Говорит нам так. Насажденные в доме Господнем, те, которые пребывают в доме Божьем, они цветут во дворах Бога нашего. И что дальше? Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Братья и сестры, я не искал каких-то других мест, подтверждающих больше, как вести в отношении детей, или как дети должны влиять на родителей, или для того, чтобы, замечая какие-то такие неполадки в их жизни. Но я говорю на то, чтобы пребывать в доме Божьем, питаться Словом Небесным, обращаться к Нему в молитвах вместе с братьями и сестрами, тогда человек не будет сварлив, не будет вспыльчив, не будет гневлив, не будет натяжений. Почему? Потому что у нее он заполнен другим. Он плодовит в плане Духа Святого, в плане Слова Господня, в плане спасения себя и ближних. Он сочен и он свежий, он приносящий плод. А приносящих плодов не только мы любим, но и Господь любит тех, которые приносят плоды праведности. Да благословит нас Господь, да укрепит нас, да покажет нам то, что мы, люди, способны спотыкаться и падать, но только наша помощь, наше спасение, наше убежище и оправдание нашим Господом. Будем молиться, славить Его и благословлять имя Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok